Уважаемые товарищи, и наши сторонники, и наши противники признают, что КПРФ состоялась как ведущая оппозиционная сила страны, как партия народа, как партия созидателей. Мы выстояли в суровых испытаниях, сохранили авторитет и нарастили влияние. Мы предложили обществу выверенную программу вывода страны из кризиса, программу социалистического возрождения России. Наши подходы получили поддержку специалистов научных и деловых кругов, а главное миллионов наших сограждан. Наступает время изучить, как наши усилия позволяют продвигать идеи партии в массы, как они укрепляют позиции патриотических сил, открывают новые горизонты борьбы за власть трудящихся. С момента буржуазной контрреволюции России пережила три этапа социально-экономического кризиса. Нам обещали рыночно-демократический рай, а пройти пришлось через несколько кругов ада. Сегодня страна стоит перед новыми вызовами. Закеанские партнеры обкладывают ее санкциями, затягивают финансовую удавку, расширяется чистокол военных баз у наших границ, усиливается политико-дипломатическое давление. США выходят из договора РСМД. Они готовы взломать СНВ-2 и всю систему международной безопасности, а ведь она формировалась почти 50 лет. Расчет глобалистов на санкции не случайен. Барак Обама в свое время неспроста потирал руки, поговоривая, экономика России разорвана в клочья. Он понимал, что нашу страну превращают в нефтегазовую трубу карьер или саповал для сильных мира сего. Став рынком сбыта для Запада, мы создаем его благополучие и разрушаем собственное. Мы ездим на чужих машинах, летаем на чужих самолетах, разговариваем по чужим телефонам, ходим в чужих одеждах, едим чужое мясо, лечимся чужими лекарствами и даже пьем чужую воду. Страна закупает за границей треть продовольствия, шурупы и гвозди, электрочайники и стиральные машинки, не говоря уже о сложной технике. Как мы показали на мартовском пленуме АЦК, все виды безопасности в России подорваны. С этим никто с нами не спорит. Приватизация сделала свое черное дело. Западный капитал захватил стратегические отрасли экономики, 65% крупной собственности под контролем иностранных хозяев. Наши никель, медь, платина, палладий фактически перестали быть российскими. Теперь потеряна еще одна стратегическая отрасль, которую управляет англосаксы, алюминиевая промышленность. Нас же пытаются запугать судами за протест против этой позорной, унизительной, оскорбительной разграбилки. Чтобы вернуть независимость, нужно в короткий срок восстановить промышленность и сельское хозяйство, создать эффективную финансовую систему, позаботиться о каждом человеке, прежде всего о женщинах, детях и стариках. А возрождать страну можно только на современной технологической основе. Между тем, промышленность снижает объемы своего тщедушного производства, селян обрекли на самовыживание, молодежи перекрыли все дороги к нормальной жизни. Из 85 регионов России, сама достаточных только 8. Полстраны брошены в нищету. В унизительном салютном положении находятся дети войны. 8-9 тысяч в месяц в деревне и 12-14 в городе. Это оскорбление, в том числе и наших победителей. Граждане вынуждены идти в кредитную кабалу. В этом году долги населения перед банками продолжают стремительно расти. Все это уже никак не списать на временные пережитки реформ. Проблемы носят системный характер. Такова реальная цена варварской политики олигархов и компрадоров. Кризис является их рукотворным делом. Казалось бы, у России есть уникальный советский опыт. Сегодня заслуживает особого внимания изучение и китайский опыт. Но правящие круги начисто игнорируют и то, и другое. А ведь на СССР приходилось 22% мировой продукции, стремительно сопоставимой с США. Они сегодня представляют 24%. И Китай, который движется стремительно в планке в 20%. Четыре года назад наш периферийный капиталист опустил долю российского ВВП до 5%. Теперь это и вовсе жалкие 1,7%. Но и этот уровень на 2,3% обеспечивается спекулятивным капиталом. Реальный сектор дает менее 14%. Это и есть весь промышленный потенциал страны, включая нефтянку. Для нас очевидно, в рамках подхода у правительства этого курса устойчивое развитие невозможно. Все системы жизнедеобеспечения России продолжают деградировать и меры к спасению не принимаются. Более того, стали открыто душить гордость нашей страны народные предприятия. Присмотрите, что делают только с лучшим хозяйством, которым является совхоз имени Ленина под руководством Грудинина. Это варварство, это цинизм, это вызов всей стране. А каким беспардонным атакам подвергаются наши успешные губернаторы? Вчера мы показали фильм «Пятилетка Левченко». Вы его покажите всем. За пять лет достигнуты прекрасные результаты. И тот министр, который показал пример, как можно бороться с черными лесорубами, 300 уголовных фирм поставили на учет, и только по этой статье получили доход в 10 миллиардов. Такая же лесосека в Красноярском крае не получают меньше двух. И только за это арестовывают, начинают судить и долбят по разным каналам телевидения. Обстановка требует решительных перемен. КПРФ предлагает реальные способы преодоления кризиса. Их эффективность продемонстрировало правительство Примаково, Маслюково и Герасченко. После дефолта мы вместе с этим правительством фактически оттащили страну от края пропасть. За последние годы мы также продавили ряд принципиальных решений. И в области науки, и промышленности, и сельского хозяйства. Валость пошла на них вынужденно, забывая про наше авторство и не посягая на основы тупикового курса. Но даже эти уступки правящей режима подтвердили актуальность предложений патриотических сил нашей программы. Сегодня мы обсуждаем вопрос, который призван вооружить партию новыми подходами. Укрепить ее роль в обществе, расширить арсенал средств и методов борьбы за власть. Коммунисты всегда умели решать сложные проблемы, идти к цели, добиваться победы. КПРФ доказала, она выступает носителем лучшего исторического опыта. И потому у нее есть не только право на победу. Сегодня это наш долг, наша обязанность перед страной и народом, перед историей. Это зона нашей прямой ответственности. Да, КПРФ готова к широким союзам. Мы настойчиво сплачиваем силы сопротивления в народный фронт. Но сегодня победа России, это победа социализма, победа КПРФ. Жизнь распорядилась так, что у страны нет другой политической силы, способной осуществить проект спасения и возрождения Отечества. Это признали все, кто патриотично мыслит и жаждет социальной справедливости. Принцип нашей с вами работы – мыслить, чтобы действовать, действовать, чтобы побеждать, побеждать, чтобы созидать и творить добро, добиваться правды, справедливости, а размышлять и действовать лучше сообща. Потому-то мы и проводим сегодня этот общепартийный совет в исключительно сложное и ответственное для страны время. Чтобы безговорочно побеждать, мы должны не только выражать интерес абсолютного большинства, нам нужна его деятельная поддержка. Результаты нашей работы будут прямо зависеть от точности и убедительности наших аргументов. Доказать свою праводуму можно при условии, что ты владеешь историческим знанием. В этом мы настойчиво убеждаем молодых коммунистов на каждом потоке в центре политической учебы, а число, прошедшее через главную школу, превысило тысячу человек. И каждый из них заметно вырастает в идейно-политическом отношении. Он получает набор необходимой литературы, программный документ. Это важное для партии дело будет продолжено под руководством Новикова. Я считаю, что их команда продолжит не просто эту работу. Она сегодня должна нарастить свои возможности, чтобы передать новому поколению все лучшее, что было в тысячелетней истории державы. Прямо скажем, градус антисоветизма и русофобии в стране не снижается. Этим занимаются и либеральные, и государственные СМИ, антикумнисты, клевета на советскую историю стали их преступным орудием. Откровенно преступным. Ибо антисоветизм и русофобия были двумя ломами, которые рушили СССР. Они использовались, чтобы помешать обществу осознать альтернативы деградации. Это социализм. Недавно в программе Соловьева, после 12-ти, когда успит власть, особо это подчеркнулось почти всеми участниками. Давайте сравним важнейшие показатели. Примерно за 130 лет. Вы сейчас поймете, почему именно за этот период. Возьмем древолюционный период, советскую эпоху и постсоветский год. С 1885 года по 13-й темпы роста национального дохода в среднем превышали 3%. Затем две тяжелейшие войны, Первая мировая и Гражданка, привели к падению национального дохода почти на 12% в год. Но мне еще было лезть в Первую мировую войну за деньги банкиров Лондона, Парижа и Нью-Йорк. С 21-го года эти плачевные показатели сменились подъемом. Ленинско-сталинская модернизация, Ленинский НЭП, дал невиданную в мире темпы роста экономики под 13%. В 29-м году развивалась грандиозная сталинская индустриализация и рост национального дохода уже просто ошеломлял. Он четверо превышал показатели самых благополучных древолюционных лет. Новая экономическая политика большевиков опиралась на модель восстановительного роста разоренной страны. Наша партия сдержала обещания данной народу. Ее созидательная работа доказала противостоять кризисам. Возможно, страна залечивала раны, потери и вышла на принципиально новый уровень социально-экономического и культурно-духовного развития. Ленинско-сталинская индустриализация опиралась на фундамент достижений первых советских лет. Теперь уже это была модель опережающего развития. Ее цель вывести Советский Союз из страны массовой неграмотности, число мировых лидеров. К началу 40-х годов великие рубежи были взяты вопреки всем политическим и экономическим блокадам, всем западным прогнозам. А ведь давление было куда более жестче, чем сегодняшние санкции. В середине 50-х, вопреки всем испытаниям, Советский Союз решительно преобразился. Уже скоро мы будем отмечать Ленинскую и Сталинскую юбилейные даты. Два титана оставили после себя могучую, уважаемую страну. Страну-победительницу, где национальный доход за четверть века вырос 14 раз. Промышленный рост даже без вычета военных лет превысил 12%. А с вычетом 19%. А сейчас вокруг одного топчется и все обещаю. Промышленный рост, внешний долг был полностью погашен. СССР вышел на второе место в мире по валютным резервам. Стал лидером по удельному весу машиностроения в промышленности и по механизации сельского хозяйства. Да, товарищи, нам есть чем гордиться. За четверть века средняя продолжительность жизни в СССР выросла на 23 года, господа из правительства Медведева. Население увеличилось на 40 миллионов человек. И это несмотря на страшные потери войны. А за последние 25 лет население сократилось на 10 миллионов. Устойчиво росло благосостояние граждан. Реальная зарплата увеличилась более чем четверо. Общая сумма вкладов в Сбербанк выросла в пять раз. При этом цены в магазинах постоянно снижались. Столько с 47 по 55 промышленные товары и продукты питания стали дешевле в 2,3 раза. Это в корне отличается от капитализма. Детцы не растут даже тогда, когда зарплаты трудящих снижают. Сегодня граждане на оси ощущают это позорное явление на себе. Наш народ нищает и послушается духовно. Советская модель хозяйственная была принципиально иной. Вот это надо усвоить всем политикам, и тем, кто собирается выводить страну из кризиса, и те, кто предлагают свои идеи. Страна поддемонстрировала такой скачок, которого не знало ни одно государство мира, ни одна политическая система. Наш долг постоянно напоминать о подвиге социализма, учить молодежь на этом примере. Сегодня этот опыт крайне востребован. Молодежь хочет жить в умной, храброй стороне победительницы, а не стороне воров, наркоманов и жуликов. В основу успеха в СССР лежали три важнейшие фактора. Первое. Рабоче-крестьянский, подлинно народный характер советской власти и справедливое распределение национального дохода в интересы всех граждан. Прилегированным классом были дети, женщины и старики. К слову сказать, после войны в советской стране досталось 19 миллионов детей или без родителей с одной мамой. Всех выучили, всех накормили, всем дали работу и дали путевку в жизнь. Давайте аплодируем этому подвигу советской власти. АПЛОДИСМЕНТЫ Второе. Четкое целеполагание, грамотное стратегическое и тактическое планирование, личная ответственность за результаты работы. Третье. Масштабные государственные инвестиции в развитие и прежде всего в новейшее производство и, как говорят, сегодня в человеческий капитал. Сегодня в политике власти эти факторы отсутствуют начисто. В таких условиях модели переживающего развития невозможны. Более того, у страны нет сил даже восстановиться, преодолеть последствия Ельцинско-Гайдаровского погрома, Щубайсовского грабежа и Кудринской монетизации. Наши задачи решить вопрос о власти, сформировать правительство народного доверия, вырвать из рук паразитов финансовую систему и стратегически важные отрасли, обеспечить технологический прорыв, сплотить общество и гарантировать суверенитет страны. Сегодня вместо созидания и честной информационной политики общество кормит ложью о том, что социалистическая модель не оправдала себя. Пытаются доказать, что перестройка с ее перестрелкой и разрушением СССР была неизбежна. Все это грубое и циничное вранье. Но, несмотря на отдельные ошибки, советская система и после смерти Сталина продолжала удивлять планету своими достижениями. Росли благосостояния и защищенность граждан. К 80-м годам на долю Советского Союза приходилась пятая часть мирового промышленного производства. По темпу роста мы происходили ша вдвое, по продолжительной жизни мы тоже были впереди. А сегодня некоторые деятели, даже имея высокий духовный сан и призывая любить Балижнего, походя распинают великую советскую эпоху, эпоху самую народную, самую победную, самую героическую, предложившую самую эффективную систему управления в тысячелетней истории России. СССР развивался как великая промышленная научно-космическая держава, пока кучка предателей, отъявленных демагогу и жуликов, не встроила ее в хоз американского глобализма. Разрушение советской системы нанесло колоссальный урон, стало трагедией миллионов трудящих. В 90-е годы национальный доход сокращался по 5-6% в год. В годы войны мы теряли меньше. От удара о контрреволюции Россия так и не оправилась. Экономика деградирует, государство отрекается от социальных обязательств, миллионы людей бедствуют и тонут в долгах, а два десятка миллиардеров всего за полгода стали богаче, слушайте, на полтора триллиона рублей. Это почти по 10 миллиардов в день. Вот это олигархия. Планета позавидует. Те, кто захватил национальное богатство, намерен и дальше высасывать из России последние соки. Интерес народа кардинально иной. Он в том, чтобы возродить страну, вернуть ей полную независимость и уверенность в завтрашнем дне, а ее величество советская практика доказала, это гарантирует только социализм. И наш долг показать это новому поколению граждан России, без этого у них не будет ни достойного и счастливого будущего, и у их детей и внуков не будет полноценной родины. Мы достойно встретили 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции. 200 лет с дня рождения Карла Маркса, юбилейные годовщины Красной Армии и Ленинского комсомола. Проделана значительная политическая работа, исследован большой круг вопросов истории и современности, а наши оценки глобализации вызвали интерес как в России, так и в Китае, Европе и Америке. Мы напомнили стране, что про особый смысл дат, связанных с именами Пушкина, Тургенева, Ломоносова, Менделеева, Вернадского, мы ярко провели День русского языка в Москве и Пушкинские дни на Северном Кавказе. Эта политическая, научная и культурная работа велась вместе с Руссо, Русским ладом, Ленинским комсомолом, Женским союзом надежды России, ДПА, Союзом советских вицеров, другими организациями. Для нас наступает новый этап борьбы с антисоветизмом. Мы поведем ее под знаком трех выдающихся событий. 150-летие со дня рождения Ленина, 140-летие со дня рождения Сталина и 75-летие победы советского народа в Отечественной войне. Это лучший способ напомнить о великих свершениях и предложить новые идеи для партийной пропаганды. Очень важно, что мы отбили попытки установить в городе-герое Ленинграде памятные доски союзнику Гитлера Маннергейму и белогвардейскому террористу Колчаку. Ведем борьбу против открытия филиала Ельцин-центра в Москве. Этот гадюшник давно надо было прикрыть и на Урале. А 9 мая наши активисты вышли на шестье бессмертный полк с портретами генералиссимуса Сталина, маршалу победы и героев Советского Союза. Стоит напомнить всем, что Гитлер сконструировал невиданную по своей мощи машину порабощения. Он собрал ее из запчастей и механизмов всей Европы. Уничтожить ее могла только более совершенная советская система. Ее создали социалистическое общество, советское государство и коммунистическая партия. Победа над немецким фашизмом и японским милитаризмом явило миру убедительное преимущество социалистической державы. 27 миллионов жизней потерял Советский Союз в борьбе с нацистским монстром. Память об их утратах для нас священна. Давайте предложим от имени нашего пленума, от имени патриотических сил нашей партии посадить к юбилею Великой Победы сад памяти, сад жизни. 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем. Пусть это событие станет символом нашей верности и наследию победителей, а посаженные в 21 веке деревья пусть напоминают еще в уникальном сталинском плане преобразования природы ярком свидетельстве созидательного характера советской власти. сад памяти, сад жизни может стать истинно народным делом во имя погибших, во имя живых, во имя подвига народа победителя. Уважаемые участники пленума, очень важно понять суть текущих процессов, видеть все механизмы и противоречия глобального капитализма. Именно они определяют ситуации в России и на всей планете. Наш анализ позволяет ясно раскрыть причины стремительно возрастающего неравенства, социального бесправия и них уродств современного мира. Эти явления – прямое порождение капитализма. Сегодня мы не можем утверждать, что человечество встречает третье десятилетие XXI века в вызревшей социалистической революции. И все-таки противостояние империализму нарастает с каждым днем. Оно выражается в успехах социализма в Китае и Вьетнаме, на Кубе и в Кандер. Оно проявляет содержание желтой жалетово Франции. Оно подкрепляется влиянием левой идеи в Латинской Америке. Даже в самом сердце глобального капитализма в Соединенных Штатах общественные процессы все больше указывают на потребность человека справедливости в левом повороте. Неоколониальные рецепты МВФ и Всемирного банка, как и порочные принципы Вашингтонского консенсуса, вызывают резкое неприятие. Их порицают даже ведущие буржуазные эксперты в Вашингтоне и Нью-Йорке. В Лос-Анджелесе и Чикаго пух и прах разносят либеральную модель Нобелевские лауреаты Нориэль Рубини, Пол Круман, Джозеф Стиглиц и ряд других. Они прямо подчеркивают, эта система сеет кризисы и массовые обнищания. Даже Фрэнсис Вукуяма, обещавший полную победу либерализма и конец истории, отрекся от этих идей. Теперь он признает правоту Маркса и говорит, что разрушение советского социализма повлияло и привело за собой в глобальный кризис. На Западе все больше тех, кто разделяет учения Карла Маркса. Множится и число сторонников Джона Кейнса, который защищал роль государства и экономики и называл СССР мировой лабораторией жизни. Так что в работе с молодежью у нас есть все новые и новые аргументы. Мы должны их знать и использовать. Они помогут отставить идеи обновленного социализма и перспективность нашей программы «10 шагов достойной жизни» и программы кандидата от нашей партии президента Грудинина «20 шагов по достойной жизни каждого человека». Власть любит проводить различные форумы, но содержание этих шумных мероприятий показывает, они задуманы, чтобы создать видимость активной деятельности. На них нам обещают подъем экономики, инновационные прорывы, вхождение пятерку самых развитых государств, но тут же подтверждают незыбленность рыночного фундаментализма, обеляют людоедскую пенсионную реформу и растущие поборы с граждан иные вероломные решения. Я недавно выступая сказал, «Если вы провалите вхождение страны пятерку, а с нынешними темпами неизбежно, то мы будем не пятерки, а пятнадцать. Мы сейчас по ВВП одиннадцатый, нас обойдут Южная Корея, Австралия, Испания и даже Мексика». Это означает политический дефолт с самыми тяжелыми последствиями для страны. 27 лет назад в Рио-де-Жанейро прошла конференция ООН по устойчивому развитию. Слово сказать, эту тему взяли вы только что на Питерском форуме. Если бы они внимательно читали, давно бы реализовали. Потому что на этом форуме выступал член Президиума ЦК. Наш талантливый ученый, руководитель Сибирского отделения Академии наук Валентин Коптюк. Эти идеи отстаивал Жарес Иванович Алферов, создавая уникальный академический университет. Жизненный подвиг этого нового отечества и сегодня вселяет уверенность в наши сердца, зовет на борьбу за власть трудящихся. Давайте поклонимся и светлой памяти, поблагодарим за их творческое наследие и своими аплодисментами подтвердим, что мы не только верны их заветам, но и все сделаем, что они были реализованы. Правящие круги авторитет этих людей не признают. В результате мы имеем три десятка лет системного кризиса. Объем теневой экономики в России в 2018 году составил 20 триллионов рублей. Сумма равна пятой части годового ВП и превышает все расходы федерального бюджета в текущем году. Реальная безработица топчется на уровне 20 миллионов человек. Ее рост означает сужение перспектив для восстановления национальной экономики. Чахнет высокотехнологичное производство и ее интеллектуальный фундамент прикладная наука. Все это ставит крест на потугах технологического прорыва необходимость которого справедливо заявляет президент страны. Самой разрушительной санкцией против России остается, запомните, навязанный ей социально-экономический курс, модель, но олигархическая власть порочную систему настойчиво храняет и не собирается менять. претендующий на роль теневого идеолога президента Владислава Стуркова не так давно разразил статьей «Долгое государство Путина». Слушайте, в ней он пишет «Государство России продолжается и теперь это государство нового типа, какого у нас еще не было. Оно пока мало изучено, но его своеобразие и жизнеспособность очевидны. Большая политическая машина Путина только набирает обороты и настраивается на долгую, трудную, интересную работу. Выход ее на полную мощность далеко впереди. Так что и через много лет Россия все еще будет государством Путина, подобно тому, как Соединенные Штаты, и поныне обращается к образам и ценностям полулегендарных отцов-основателей. Что это означает? Ничего иного, кроме шумной имитации мыслительной работы. Ничего, кроме попыток приукрасить положение дел, ничего, кроме странной надежды, ничего не решать, а заговаривать проблемы. Хорошо, что Путин призывает служить России. Мы ей всегда служили, для нас Россия была всегда главной партией. Но его правительство мы оцениваем по делам. Оно упорно идет ельцинским курсом. Происходит экономический, социально-культурный и управленческий кадровый распад. Государственный парад разлагается. Коррупция парализовала даже правоохранительные органы. Генпрокуратура признала, что в прошлом году взятки стали брать на 10% чаще. Брать-то уже нечего с народом. Темпы деградации таковы, что страна в любой момент может пойти под откос. Конечно, уже сам пройденный нашим народом исторический путь и гигантские масштабы России обязывают быть великой державой. К этому зовут ратные трудовые подвиги подвижников былых времен. К этому побуждает нас пристальный взгляд предков из глубины столетий. Но как вернуть статус великой страны предрехлеющей промышленность? Из миллиона километров трубопроводов, на которых стоит страна, почти 600 тысяч гнили и требуют замены. Как, например, заявить о своих амбиций, сохраним передовые позиции в космосе и неставной крупной авиационной державы? Недавно руководство нашей фракции Госдумия посетило космический научно-производственный центр имени Хруничев. Увы, легендарные предприятия не в лучшей форме, проблем больше достаточно в 80 миллиардов долгов. Самые эффективные подходы к управлению командно-коллективные, но сегодня в Государственном управлении России торжествует кланово-корпоративный. Они еще больше усиливают те классовые противоречия, которые неизбежно присутствуют в бурзуазном обществе. Когда Сердюкова делают главным авиастроителем, какие еще нужны доказательства патологической неспособности власти к созиданию? Но как можно назначать такую фигуру на ключевую отрасль? Мы в советское время на 15 заводах производили полторы тысячи летательных аппаратов. Сейчас летаем в основном чужих машинах. Что это за ездевка над стороной такое назначение? С какой стати на большие финансовые потоки опять ставят того, кто был под судом и под следствием? Но если он так дорог кому-то из высших кругов, поставить ее, заведовать мебельным складом Дома правительства. Будет работать по специальности. Странные кадровые эксперименты проводятся именно тогда, когда перед Россией вновь стоит вопрос быть или не быть. Линии социального разлома углубляются междунациональными противоречиями. Страх перед кризисом сплашивает людей на этнической почве, бьет по дружбе народов. Разумеется, наши противники используют это под рассказы о долгом государстве, а не задействуют все те рычаги, которые мы уже разрушали советскую державу. Внутри России идет не стандартная политическая конкуренция. Речь о несравненно большем о судьбе отчизны, о судьбе Родины. Наша отчизна продолжает стоять на краю обрыва нищета идей и провалы в кадровой политике прямо ведут к бездарным решениям и пролечу в делах. Авторитет власти стремительно тает, и мы это ощущаем каждый день. Это подтверждают и опросы Левада-центра и замеры в ЦИОМа, а главное мы чувствуем это из каждодневного общения с людьми. Высокий уровень поддержки президента решительно подорван повышением пенсионного возраста и другими антисоциальными мерами. Вслед за этой всунули каждому и мусорную реформу, одевая это ведро на голову всей стране. Уровень доверия руководителю страны сегодня на историческом минимуме в 30%. Такого не наблюдалось даже после монетизации льгот. Данные Росстата показывают, что у 48% семей хватает средств только на еду и одежду. А Центромир зафиксировал уже 83% граждан вынуждены затягивать пояса. На путешествиях экономят почти 30%, на развлечениях 22%, на одежде 23%, 24% опрошенных ограничивают себя даже в продуктах питания. Стоит лишь дать в этих условиях любви к власти народа, даже глубинного. правящий режим отвечает давлением на позицию и общество в целом, но его положение становится все более шатким. Силы либерального реванша методично готовятся этим воспользоваться. Тут надо проявить высочайшую бдительность. В 90-е годы мы прозевали эту свору, которая душила страну и убивала партию. Внешне Компрадорская фронта пребывает в маргинальном состоянии, но это иллюзия. Она серьезно представлена в органах власти. И в руках батареи информационных орудий. У нее стабильное финансовое положение отщедрот местной олигархии и западных источников. Ее без конца технологиями подпитывают царушники. Но главная опасность кроется даже в невозможностях данной русофобской своры. Главная угроза в ее целеполагание. Цель российской либеральщины переформатировать политический режим под себя и добыть максимум дивидендов. Снова вставить страну в хвост и обслуживать его капитал. Извлечь сверхприбыль она намерена прежде всего усиливая эксплуатацию российского народа. Его и без того уже превратили в новую русскую нефть. Посмотрите что делает с налогами. Уже не знают что и как обложить. Но жадность эксплуатации никогда не знала предела. Тем более жадность оккупантов и их компрадорской обслуги. При обычном течении жизни у этой своры нет никаких перспектив. Вот почему им нужны смута и хаос. Как это делается вы видите прекрасно на Украине а сегодня и снова в Грузии. Либеральный реванш может ворваться в повестку России в любой момент. Нельзя недооценивать противникам. Опыт политической борьбы накопили не только мы. Да наши праволиберальные противники отчасти дозаились но при этом они закалились набрались изворотливости выставили систему явных союзов и скрытых взаимосвязей. На этом пути они накопили изрядное яда и отточили свои жало против и нашей партии. в этих условиях на КПРФ союз патриотических сил ложится особая ответственность качество нашей разъяснительной работы организованности важнейшие условия укрепления авторитета партии и решения всех насущных проблем. Вот почему обновление формы метода нашей работы с гражданами приобретает исключительную значимость почему этот вопрос вынесли сегодня на плену. Особое значение приобретает икон пропаганда в числе наших приоритетов разоблачать криминальную сущность капитализма значит скрывать ее родовые пятна ложь и обман паразитизм и коррупцию финансовые аферы и спекуляции потворство низменным инстинктов и ограбление ничтожным меньшинством абсолютного большинства одновременно должна быть ясна и та альтернатива который предлагает наша партия для этого партийным отделением нужны и новые методики и современные технологии и интересные решения и умное достойное пополнение КПРФ не просто видит все злободневные проблемы центральный комитет и президиум регулярно рассматривает вопросы социально-экономического характера направляет работу депутатов коммунистов фракции КПР в Госдуме настойчиво требуют решить проблемы опасной экономической зависимости плохого финансирования сельского хозяйства науки образования и здравоохранения саботажа импровозамещения оттока кадров за рубеж активно эту работу проводит Коломейцев как координатор фракции и целая плеяда наших руководителей комитетов у нас очень талантливые руководители которые прошли великолепную школу такие как Харитонов блестящие координируют свой комитет и Кашин и многие другие давайте им пожелаем успехов тем более они каждый день реализуют программу которую мы с вами наметили и поддержки детей войны и материнства и детства и исследования проблем дольщиков я надеюсь что мы справимся с этими вопросами впереди большая работа успехов вам наша фракция внесла законопроект по девшеризации место ее принятия правительство открыло офшоры в Калининградской области и Приморском крае усилена заманья обратно беглых олигархов власть не прочь превратить Россию третий разрядный анклав офшорного типа а ведь мы давно предлагаем изменить налоговый кодекс и обязать предприятиям уплачивать налоги по месту расположения а не по месту регистрации Коломейцев Харитаунов Корниенко и другие наставят на ускоренном развитии Дальнего Востока они занимают больше третьей территории страны при населении всего 4,4% при этом отток его жителей особенно молодежи продолжается а ведь рядом высокоразвитые государства которые стали локомотивами мировой экономии депутаты коммунисты детально исследовали проблему вывоза капитала и показали что в стране не созданы условия для инвестирования бизнес либо топчется либо спит либо ворует деньги и отвозит их за границу экономика не развивается страна продолжает подать все больше в зависимости от импорта за четверть века из России легально вывезли 1,7 триллиона долларов нелегальный вывоз капитала через офшоры составил около полутора триллиона таким образом страна лишилась 3,2 триллиона долларов в рублевом выражении это более 200 триллионов то есть 13 годовых бюджетов украли из страны это не просто разорение и не просто катастроф это преступление за которое не может быть срока давности как же можно так беззаказанно грабить страну и как можно заявлять после этого что нет денег на пенсии на детей войны многодетным семьям в советской стране упрекали собирали собирали металл макулатуру собирали но никогда не собирали деньги на лечение детей сегодня экономический рост социальная справедливость это вопросы национальной безопасности исторического выживания страны по сути президент России признает опасность нынешнего состояния экономики потому и дает обещание обеспечить мировые темпы роста производства но реализовать эту задачу его правительство не может и все потому что управление экономикой находится в руках приверженцев разрушительной идеологии либералов от которых уже весь мир отказал в руках тех кто никогда не занимался реальным делом тех кроме стырить и страны больше ни на что не способен в силу сложившихся обстоятельств КПРС еще раз заявляет первое в условиях кризиса и нарастающего внешнего давления нужно решительно отказаться от либеральной догматики в деле организации хозяйственной жизни необходимо ввести государственное муниципальное планирование прибегнуть к элементам мобилизационной экономики опыты Левченко и Локтя демонстрируют что это реальность опыт народных предприятий которые ни копейки не берут у государства Казанков уже производит продукции почти на 15 миллиардов и миллиард 300 миллионов сдаёт одних налогов почему это не использовать второе Россия должна осуществить программу возвращения под контроль государства стратегические отрасля и банк Путин выступая на прямой линии говорит ну вот опять там будут всё национализировать где вы это читали где вы это видели мы давно заявили что главное найти правильное соотношение государственной коллективной долевой и частной формы собственности мы прямо заявили что государство управлять должно иметь контрольные пакеты в отраслях которые определяют ценообразование и национальную безопасность мы показываем работу коллективных народных предприятий как формы выживания страны и её будущего чего вы не хотите обобщить опыт Грудинина Грудинину надо героя давать и руководителям назначать а вы всё склоняете там третье немедленно надо прекратить отправку денег средств за рубеж инвестировать собственные производства и социальную сферу пресечь нелегальный вывоз капитала установить государство регулировать курсы рубля и валютный контроль стабилизировать рубль и остановить валютные спекуляции Примаков Масляков Герасченко сделали за один месяц четвёртое пришло время заняться диавшоризацией российской экономики и внести изменения в налогов кодекс налоги предприятиями следует уплачивать по месту их нахождение а не регистрация пятое ввести прогрессивную шкалу налогов на доходы граждан подоходные налоги заработка до 30 тысяч рублей следует отменить среднесрочной перспективе эта планка должна быть поднята до 50 тысяч рублей что уже реализовано в Китае минимальная зарплата должна сегодня быть 50 тысяч минимальная пенсия как минимум 20-25 тысяч а мы сидим на куче денег и никак не примут эти решения проекты законов КПРФ имеются наша команда их внесла многие из них уже находятся в комитетах думы нам надо проявить больше воли и характер для их реализации и обратиться к народу чтобы улица поддержала эту программу да уважаемые товарищи мы не можем лишь констатировать что правящие круги не прислушиваются к оппозиции выступая от имени народного большинства мы должны заставить всерьез относиться к нашей программе всех министров решая задачу прихода к власти возрождения страны мы не должны получить отчизну разоренной дотла нужно принудить власть к созиданию и развитию к использованию норм социального государства они записаны даже в этой конституции проблемы восстановления экономики давно вышли на первый план научно-техническая модернизация все громче стучится в двери в этой связи во весь рост стоит вопрос о том кто будет ее осуществлять это вопрос о рабочем классе о трудящихся о современном пролетариате мы с вами глубоко проработали эту тему и постановление поленом отзывка в усилении влияния партии в пролетарстве нужно настойчиво выполнять работать в трудовых коллективах они сейчас повернулись к нам сегодняшний пролетариат отбирает себя и рабочих крупных производств и работников небольших мастерских и персонал поликлиник и вузовскую профессуру и жизненные условия уровень заработка социально-культурной ценностей и мирозрения все чаще и все больше сближаются и на каждого из них растет давление эксплуататорской среды многое в истории страны будет зависеть от нашей готовности поддержать этих людей с мозолистыми руками светлыми головами от умения оградить их от алчной олигархии и бездушную чиновность массовом сознании уже возвращается понимание того факта что человек труда главным условием воспроизводства и развития нашей цивилизации что коллективизм основное чувство и качество выживания что справедливость определит исход этой борьбы так было так есть и так будет отдельные черты рабочего класса или крестьянства могут меняться может меняться и характер конкретной деятельности различных групп трудящихся но историческая роль пролетариата роль трудящихся неизменна и мы должны ее всячески укреплять правящие круги классу и рефлексию в принципе тоже выработали они ненавидят людей труда и даже перестали это скрывать оскорбления со стороны чинуш посыпались как из-за рога и забили я вот иногда смотрю почти в каждом регионе эти людоеды себя и не скрывают вот у нас молодежь в этом плане блестяще в интернете показывает этих мерзавцев это не случайная череда ляпов психология класса эксплуататоров сформировалась и полезла из всех щелей ее надо показывать высмеивать обличать не стесняться делать совпад персонально не стесняться в том числе и судей которые заслуживают наших людей и сажают безнаказанных недовольство правящим режимом нарастает возмущение пенсионной реформой его резко усилило оно прорвалось в Волоколамске в Казинбурге Республике Коми и Архангельской области в других регионах запрос на усиление внимания партийных отделений к этим вопросам очевиден свои темпы протеста есть и у правых либералов но есть проблемы за которые они никогда не возьмутся класса и природа такой оппозиции делает свое дело вопросы отношений собственности и социального неравенства составляют для нее жесточайшие табу а вот коррупция или экология это сколько угодно но и эти темы мы не можем отдавать компрадорским силам сейчас только в Подмосковье скопилось порядка 300 миллионов тонн мусора в 2010 году правительство Москвы пыталось запустить программу строительства заводов по его сжиганию однако хозяева мусорных компаний развернули атаку против дымящих труб и отстояли свой экологический грязный бизнес жители получили растущие помойки с горящими отравляющими веществами власти же решили опустошая карманы граждан возить мусор из Москвы в Архангельскую Ярославскую области и другие регионы вообще-то вопрос состоит в правильной организации дела и в современных технологиях так 140 мусоросжигающих заводов в Швеции это и рабочие места и защита экологии и покрытие дефицита электроэнергии у нас же власть не находит толковых решений не умеет и не хочет объясняться с людьми а граждане ведут борьбу не только за экологию но и за свое человеческое достоинство этот справедливый протест мы уверенно поддерживаем и благодарим всех кто активно борется за чистоту не только нашего неба и наших рядов но и воздуха которым мы все дышим спасибо вам темпы протеста важно прочно увязать с коренными интересами трудящихся на наших митингах должны звучать самые злободневные вопросы это и неравенство и изъяны трудового законодательства и сверхэксплуатация и ненормированный рабочий день и сокращение отпусков и невозможно взять больничный и многое другое мы непременно продолжим борьбу с грабежом ЖКХ пенсионной людоедской реформы она должна быть отменена закрытием производств оптимизации здравоохранения образования все эти безобразия должны быть не только осуждены надо организованно выступить против этого реализуя нашу программу всякий факт произвола должен получить наше энергичное сопротивление 17 июня Московский областной суд принял решение в пользу рейдеров атакующих подмосковный совхоз Ленина вот при этом 42 процента всех акций пытаются отдать экс-супруге Грудинина уверены что за этим спецпроектом стоят мощные корыстные интересы золотая московская земля судит миллиардные прибыли в случае захвата одно из лучших предприятий Европы будет ликвидироваться под сенью закона запущен механизм беззакония дикого рейдерства рейдерство вот тут рейдерство имеет три оттенка и черные грязные пришли взломали поставили свою охрану мы это видим и серые обанкротили опустили поставили новоуправляющие продали и смыли есть белые так называемые когда вот прилезли через суд прокуратуру по звонкам сверху вот подставили поставили туда полихата которому жена бывшая Грудинина подписала что он будет распоряжаться акциями я посмотрел в интернете и направил прокуратуру и всем руководителям посмотрите что происходит у вас под глазами мне прокуратура говорит да мы его знаем и целый месяц проходит нет ответа мы с этим категорически не можем согласиться поэтому а прежде всего закон вернее это связано с тем что за нашего кандидата в президенты Грудинина проголосовало даже при этом грязном подсчете более 9 миллионов человек что он популярен и тревожит их прежде всего то что они боятся еще одной яркой фигуры в рядах оппозиции поэтому все лучшие силы мы призываем в ходе всероссийской акции протеста 13 июля подняться в защиту нашего правого дела я уверен что Кашин своим штабом отработает все необходимое что Рашкин в Москве сделает массовым эту акцию что Васильев поддержит всей московской могучей областью и в каждом регионе без исключения мы проведем такие акции которые власть вынуждены будет услышать договорились по разным направлениям конечно у нас есть успехи и недоработки например посмотрите на результаты подписки на правду и советскую Россию ведь это выдающиеся газеты их знает вся планета мы обязаны помочь и Комодскому и Чикину их коллективов я посмотрел там вывезет как как работают Камчатская Рязанская Ставропольская Тувинская Оренбургская Дагестанская Красноярская Кабардино-Балкарская Северосетинская Ингурская Чеченская мы обязаны поправить это не годится свою газету надо выписывать и читать и помогать каждый месяц мы имеем от 200 до 300 тысяч упоминаний в социальных сетях одна половина из них эта информация другая отзывы о нас от 3 до 5 миллионов пользователей активно реагируют на наши сообщения президент ЦК принял меры по усилению данного направления работы и это уже дает результат за 5 месяцев этого года официальная группа КПРФ ВКонтакте получила 11 миллионов просмотров это означает двукратный рост в ближайшее время предстоит нарастить влияние в одноклассниках и других сетях эта работа не только поможет распространить информацию недавно официальной группе КПРФ ВКонтакте открыта функция вступить в партию за две недели свои заявки оставили 60 человек это не случайные люди они уже хорошо знакомы с нашим контентом их политический путь такого сначала вступление в партийную группу в социальной сети затем вступление в партию и активная энергичная работа это и есть пример новой формы которую следует непременно хорошо изучить и активно использовать в целом информация важнейшее поле политической борьбы сколько бы мы не сделали на этом направлении успокаиваться рано да мы гордимся традициям правды советской России и будем им энергично помогать да мы нарастили сеть печатных изданий интернет сайтов у них у нас их более 200 да телеканал красная линия стал крупнокалиберным орудием нашей пропаганды но мы будем и дальше требовать от товарищных местах улучшение информационной работы придание планомерности и системности для нас принципиально важно повсеместно создать влиятельную альтернативу официальной пропаганде такая возможность есть сегодня для нового информационного рука у партии практически есть все нужно понимать что газеты сайты телеканал социальные сети лишь доставляют информацию решающее значение имеет ее содержание чтобы повысить эффективность работы информационный поток партии должен стать еще шире и разнообразнее сегодня мы регулярно сообщаем о протестных акциях и партийных мероприятиях публикуем заявления ЦК и уступление руководства все эти материалы нужны ведь страна должна знать нашу позицию а деятельность партии должна быть на виду но при всем этом наша лента новостей должна быть интересна миллионам людей и насыщен слово сейчас мы ведем интернет передачу сеть с нашего пленума они не могут перекрыть многие на местах смотрят прямой эфир нашего пленума это прекрасно это очень эффективно есть у нас в арсенале информация о жизни простого человека есть ведут ли наши отделения практическую работу в интерес трудящих да но когда информация об этом разрознена ежедневный портрет партии формировать трудно в сутки на наших ресурсах появляется десяток подобных новостей а для потока информации нужно не меньше 50 как у оппонентов эта работа должна приобрести плановый системный характер наши службы озадачены и они начинают наращивать возможности да эта работа потребует и ресурсов и понимания всеми масштабов задач на ее решение должны работать все без исключения от образа партии прямо зависит ее привлекательность и влияние ее возможности осуществить свои программные цели для нас это важнейший способ формировать сознание людей повышать их активность как в протесте так и на выборах понимание необходимости обновленного социализма только в этом году партия пройдет через избирательные кампании половине регионов замещает свыше 40 тысяч мандатов есть возможность серьезно укрепить всю нашу депутатскую вертикаль три дня назад президиум ЦК выделил на дополнительных выборах Государственную Думу Останину по Новгородской области Денковича Орловской Даутова Свердловской хорошей перспективы нашего сторонника в Хабаровском крае Платошкина координация этой работы занимается штаб по выборам в главе Смельников Афониным и Абуховым я надеюсь Иван Иванович что мы получим надлежащий результат пожелаю вам успех Уважаемые участники пленума эффективность нашей борьбы за власть трудящейся определяется целой суммой слагаемой порой даже соседние отделения партии имеют принципиально разные результаты и все потому что одни работают стандартно по шаблону а другие заинтересованы инноваторски реализация решений 17-го съезда партии пленум ЦК постановление президента зависит от уровня политического руководства от работы наших отделений по пяти партийным вертикалям при этом осмысление накопленного опыта важнейшие условия продвижения вперед предметом нашей гордости стали убедительные результаты экономического развития Иркутской области пятилетка Левченко решение проблем лесной отрасли региона под руководством красного губернатора организации политической работы коммунисты при Ангаре проводят встречи поколений в честь Дня Великой Победы строительства БАМа столетия комсомола я прошу вас посмотреть внимательно всем на местах внимательный фильм пятилетка Левченко пожелаем Сергею Георгиевичу новых успехов В Новосибирске Локоть инициировал утверждение Советом депутатов плана реализации наказа избирателей на пять лет в него вошло почти пять тысяч наказов они потянули на 66 миллиардов рублей передайте Локтю что если найдем золото партии ему первую очередь поможем для решения насущных проблем населения Новосибирской области проводятся семинары коммунистов депутатов и местного самоправления в самом Новосибирске для работы с гражданами создан специальный депутатский центр очень интересный Орловский обком активно поддерживает съедательный курс губернатора коммуниста в муниципальных муниципалитетах заработали общественные приемные Клычкова губернатор проводит регулярные совещания с депутатами и главами муниципальных отделений наших опыт работы Левченко и Локтя хороший пример не только для Клычкова но и для Коновалова республику Хакасию он возглавил драматической борьбе на посту главы региона уверенно набирает силы мы оказываем ему необходимую помощь и поддержку давайте нашим красным губернатором и мэром еще раз пожелаем успехов и заверим что мы очень дружно и активно будем работать чтобы их пример стал примером для всей страны вы получите мой доклад сейчас в перерыве дальше подробно описан уникальный опыт целого ряда организаций Северо-Сетинской Кабардино-Балкарской Московской области Саратовцев Белгородской Пензенской Московского горкома очень много интересных примеров я бы хотел чтобы вы с этим ознакомились у нас выпущена целая серия фильмов нам предстоит и дальше обобщать опыт работы по пяти партийным вертикалям и укреплять организационные возможности я надеюсь что Афонин который практически уже проехал всю страну был в 75 регионах знает хорошо обстановку на местах вместе с орготделом и кадровой комиссией справиться с этими задачами давайте пожелаем им тоже успехов в целом лучший результат получает там где соединяет высокую идейность деловитость секретарей и боевитость активов очень важно умело выбирать главное звено подбирать кадры объединять товарищей извлекать уроки из просчетов применять эффективные средства достижения цели скажем прямо три десятка лет капитализма отразились на политической грамотности молодежи на ее ценностной базе хотя бы тратить большие деньги на различные форумы акции проекты свыше 20% молодых людей не считают себя патриотами в Санкт-Петербурге Москве и Екатеринбурге их число достигает 40% это трагедия сменить гражданство надеются 14% выпускников вузов еще 20% хотят уехать за рубеж на работу перефразируя слова Сталина мы можем сказать что капитал девальвирует высокие ценности отброшенные им знамя патриотизма предстоит поднять нам над этим стоит плотно всем работать партии комсомол несут свои ценности в молодежную среду нам стоит помнить завет крупской идеологическая работа с подрастающим поколением должна присутствовать всюду где присутствует молодежь большими событиями в нашей работе стали программы дети войны детям Донбасса земля талантов акция знамя нашей победы получила проложение в серии уроков юный герой отечества более 40 тысяч мы провели мы первые удивительное явление спортивные достижения СССР пропагандирует наше наследие победителей интересный региональный конкурс не порвется поколение сеть проходит в Мордовии конкурс Маяковский чтение в Брянске любопытен опыт работы Свердловской организации в летних детских лагерях проведены межрегиональные автопробеги в любителя юбилеем революционной славы и комсомола развивается идея ленинградских комсомольцев о проведении 22 июня вахты памяти сегодня мы это ощущаем действуют комсомольские поисковые отряды Севастополя Крыма Подмосковья Москвы Белгорода Республика Комы Санкт-Петербург Ленинградской области и других регионов мы сотрудничаем с клубами реконструкции исторических битв вклад в борьбу с фальсификацией вносит акции комсомольцев Город Говорита Героев Белгорода Летопись Победы в Кирове конкурс Товарищ Песня в Новосибирске Расширилась практика комсомольских и пионерских слетов Сегодня алые галстуки носят уже 300 тысяч пионеров по всей стране Мы только в этом году на Красной площади приняли 5 тысяч пионеров Давайте поблагодарим Московскую областную организацию которая шла и идет в авангарде этой прекрасной работы Хорошие результаты здесь показывают Орловская Иркутская Новосибирская Владимирская области Ставропольский Пермский края Бурятия Приморья Москва и Севастополь Мы хотим чтобы не прервалась цель поколений воспитанных на ценностях добра правды справедливости и взаимопомощи Увы пространство при общении к науке к культуре спорту сегодня сужается на глазах закрываются дома культуры и детского творчества за последние 10 лет из сферы дополнительного образования ушли свыше 40% преподавателей зачастую платные кружки и секции слишком дороги для родителей последнее время реализованы очень перспективные идеи юн.армии и российского движения школьников мы очень активно поддерживали и поддерживаем это движение и благодарим министерство обороны что оно активно с нами сотрудничает на этом направлении мы за всестороннее развитие человек за раскрытие творческих способностей и дарований за единство нравственного трудового эстетического и физического воспитания в наших школах таких как у Грудинина это соединено в единство мы там создали уникальный центр профориентации и агротуризма я приглашаю весь наш партийный комсомольский актив посетить и посмотреть это уникальное изобретение тогда наши народные предприятия будут защищать еще более энергично и достойно гармоничное развитие личности немыслим без здорового образа жизни ширится спортивное движение партии за 16 лет оно стало массовым под эгидой спортклуба разные виды спорта и более сотни команд мы объединили уже тысячи спортсменов и десятки тысяч болельщиков победоносные трофеи завывали наши ведущие команды мы сегодня не зря их отмечали в начале пленума спортивная солидарность тоже работает на авторитет партии благодарим вас и желаем новых успехов важнейший фронт нашей борьбы культурный нам русские песни с рождения пели это фраза из песни Михаила Ножкина а какие песни звучат теперь масса зрителя приучили потреблять всюду культуру импортного производства молодое поколение почти не знает тех песен и шедевров с которыми защищали отставили нашу родину почти на всех федеральных телеканалах проводятся вокальные конкурсы но почему-то государственным уже от культуры и образования не задаются вопросом в их содержании в детском музыкальном репортуаре и вовсе образовалась пропасть не звучат уже песни о родине о маме о школе о друге и Шаинский и Крылатов и Кобзон с тревогой и болью говорили о том как возникает опасная душевная пустота и как ее заполняют наши недруги мы будем и дальше противостоять этим тенденциям дети и молодежь должны приобщаться к настоящему творчеству вот почему мы активно поддерживаем многие конкурсы и фестивали сами реализуем творческие проекты было бы очень правильным период подготовки 75-й годовщины Великой Победы добиться проведения всероссийского конкурса на создание песен для детей и юношества уверен на это предложение откликнутся и Пахмутов и Добронравов Тухманов и Морозов Иванов и Энтин другие наши талантливые люди вопрос о роли искусства яркого образа художественного слова политической работе занимает особое место думаю что мы еще найдем возможность его обстоятельно обсудить и на пленуме но уже сегодня нам нужно смелее объединять патриотическую творческую интеллигенцию литераторов и художников поэтам музыкантов не стоит исключать и создание таких структур как продюсерской компании мы уже накопили опыт подготовки многих прекрасных фильмов не можем мы оставаться равнодушными и проводимой информационной политикой по данным социологам что бы ни говорили телевизор постоянно смотрят до 70% населения погоня за пресловутым рейтингом телеканалы тащит на экраны и пошлость и мерзость и разложение зрители пичкают скандалами страшилками мыльными операми мистикой смехачами и откровенными нечистотами и ничего о тех кто созидает о том как им живется как они трудятся какие испытания преодолевают и каких успехов достигают это происходит в стране где еще недавно высоко ценились и крепкая семья и скромность и порядочность и целомудрие и честь и достоинство и храбрость бездействовать недопустимо следует вернуться к законодательной инициативе о создании в России художественного совета по телевещанию войти в него могли бы те кто сочетает профессионализм и гражданственность высокую культуру мудрость и нравственный авторитет такие люди в России есть это и Владимир Меншов и Николай Губенко и Александр Проханов и Карен Шахназаров и Сергей Кургинян и Захар Прилепин и Сергей Шурганов да многие другие я считаю что это вопрос исключительно принципиальный для того чтобы оздоровить ситуацию и выбраться из тяжелого нравственного финансо-экономического и духовного кризиса уважаемые товарищи каждый из нас любит отчизну всем сердцем но и как люди и как политики мы хотим большего мы хотим гордиться не только великим прошлым своей родины но и ее настоящим мы хотим иметь для этого все основания Россия очень талантливая очень богатая очень умная и мужественная страна с уникальной историей стран имеющих тысячелетнюю историю всего десяток на планет стран которые изобрели все виды творчества научного художественного все виды спиток всего две страны которые за 500 лет не теряли суверенитета это мы и Англия всего одна страна которая за тысячу лет 700 лет вынуждена была защищать свой язык культуру правду независимость с оружием в руках мы справились с этим мы богаты настолько что и власть не имеет никакого права держать народ нищете промышленности село в разрухе а науку и образование в загоне действующий политический режим по сути оказывается банкротом он не способен управлять страной в интересах людей опираясь на ее лучшие страницы в великой истории России нужна власть которая способна реализовать чайные народа только правительство народного доверия воссоздать мощное государство с развитой наукой и передовым опытом сумеет защитить человека труда и свое независимое так заявлять нам позволяет уникальная практика нашей советской родины убеждают нас в этом и выдающиеся успехи в космосе победы выдающие успехи Китая и Вьетнама других эффективных экономик мира которые проводят современную модернизацию чтобы воплотить жизнь опыт созидания у нас есть убедительная программа развития страны 10 шагов достойной жизни программа возрождения отечества на основе обновленного социализма все это позволяет нам уверенно обращаться народу с призывом поддержать нас поддержать во имя спасения и процветания отечества сил успехов и побед всем нам на этом благородном и праведном пути наше дело правое мы уем чтобы мы